привет всем моим зрителям с вами я автор канала электролайт и я делаю свое неплановое включение мне тут буквально вчера подарили вот такую вот просто замечательную вещь это магнитофон причем двухдековый точнее магнитола если говорить правильнее потому что тут есть радиоприемник четырехдиапазонный кстати даже до магнитолы интересное самое главное то что хоть фирма и непонятное вам наверное не видно написано мегатон international на задней стенке написано то что его сделали в японии но не знаю верить ли этому однако материал корпуса довольно таки прочный не разваливается даже не прогибается и можно даже надеяться что он действительно был когда-то сделан японии собственно с этим магнитолы не так все гладко как могло бы быть конечно же он не в идеальном состоянии сейчас он даже находится в таком разобранном состоянии потому что я сейчас копаюсь я совсем недавно выложил пост в группе вконтакте где про него уже рассказал те кто на нее подписаны и узнали уже наверное если что ссылку на мой группу вконтакте есть в описании канала в описании к ролику к сожалению я скорее все ставить вам не смогу и не знаю честно как называть такой спонтанный ролик скорее всего это тип анонса я уже сделал анонс на весну катушку сетную простите правда у меня так пока руки не доходит сделать собственно что с этим магнитофоном было во первых у него был потерян регулятор громкости поэтому приходилось подкручивать пальцами я пока временно снял таковой с приемника океан 209 если не ошибаюсь во вторых здесь плохо работает приключатель на три пункта в режиме радио ну собственно с этим мне кажется может справиться либо прокапав его маслом я вроде бы слышал то что так можно делать естественно не по солнечному техническим но если это не поможет то я просто его поменяю найду замену мне где-то валялись плата от таких приемников я если что просто спаяю оттуда и перекину вот сюда в третьих уже наверное здесь в кассетном магнитофоне сгнили оба пасека идущие с двигателя к танвалу на них остались пасеки идущие с танвала к принимающему подкатушнику я снял с этой деки пасек принимающему подкатушнику и поставил с двигателя на танвал вот в эту деку чуть позже увидите то что теперь кассетник кое-как работает конечно тут нужно чистить головки потому что звук такой конечно не очень хороший а еще на большой громкости начинают резать уши очень много высоких частот не знаю чем это связано возможно опять же конденсатора возможно так и должно быть магнитофоне даже есть собственный микрофон он находится вот здесь вот здесь действительно есть я сзади смотрел звук у тут находятся порты я еще не очень разбирался что это потому что никаких обозначений здесь нету нет фонда на самом деле очень долго жил в семье моих знакомых и не раз ремонтировался и дорабатывался например вот этих вот вещей скорее всего в оригинальном магнитофоне не было они скорее всего были впаяны уже позже хотя честно я могу ошибаться потому что точная история то магнитофона не знаю насчет радиоприемник радиоприемник здесь работать здесь есть диапазоны fm ну то есть у кого есть проще так говорить по-русски а м это есть не ошибаюсь средние волны и два диапазона коротких волн 1 2 короткие волны работают я проверял fm также работает вот на м я еще честно не смотрел сразу же говорю антенны здесь к сожалению нету но он умудряется работать даже от того провода который там внутри него торчит вот он чуть не развалился так что здесь у нас еще было не так во первых самая наверное основная проблема этого приемника здесь не работает один из каналов то бишь это стереофонической блин что-то его приемником назвал не знаю почему стереофоническая магнитола однако работает только вот этот вот канал здесь конечно что-то работает но вы вы очень-очень тихо на это никак не влияет положение моно либо стерео при включении серия загорается индикатор стерео однако все равно музыка идет только через день канал ну мне кажется вещи это интересное собственно заняться и стоит потому что сам этот вид вот такого вот большого прямоугольного магнит фона честно я давно хотел себе такой в коллекцию но возможности никак не было потому что на почему-то все сдурели выставляют такие вещи по просто сумасшедшим ценам вот этот кстати не знаю как назвать круглая шестеренка блин как-то это тупо я забыл название в общем это шайба с инвала сюда идет пастик с двигателя сюда идет пастик на принимающий подкатушник это вот от этой вот деки я ее снял чтобы снять пастик я ее позже поставлю на место обязательно а также куплю у нас в местном радиомагазине пастики собственно надо будет посмотреть по размеру я поставлю эти пастики на обе деки и можно будет слушать без проблем возможно даже что-то записывать потому что в одной из дек такая возможность есть а в другой нет не знаю вообще почему так было сделано почему нельзя было обе деки сделать записывающими однако не нам судить китайцев или японцев не знаю честно кто его делал возможно там им виднее либо это просто было выгоднее но мне кажется пока что был тот нечего ибо восстановление этого магнитофона еще не завершено однако давайте напоследок я вам продемонстрирую работу кассетного магнитофона точнее кассетного деки или самой этой кассетной части в этой магнитоле уж простите то что постоянно трясу камеру и возможно где-то говорил не в попад потому что к этому ролику я никак не готовился я просто делаю включение возможно даже анонс чтобы вы знали то что такой аппарат теперь у нас на восстановление есть и вскоре можно будет ждать видео про него ладно с вами прощаюсь с вами был канал электро лайт если вам нравится мой канал то обязательно поддержите его лайком подпишитесь если у вас есть какие-то дельные советы то обязательно мне пишите можете написать мне на мою страницу вконтакте всех я выслушаю если вы хотите это сделать ссылочка на нее также находится в описании моего канала я еще раз говорю я с вами прощаюсь всем удачи и всем пока до скорых встреч до скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok